Добрый день, уважаемые друзья. Я бы сказал так. Это абсолютно ни в какие ворота не лезет. Об этом мало пишут и мало говорят. Жаль. Об этом просто чаще нужно говорить. Это и наша, и ваша задача. В последние годы экономического роста все должны быть участниками этого процесса. Мнения все должны быть учтены. О чем это говорит? Первое. И второе. Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, лучше не скажешь. К сожалению. Тянуть с этой реформой нельзя. И мы должны исходить из реалий. Бедность только немножко отступила, но продолжает мучить еще. К сожалению. О чем это говорит? Первое. И второе. Считаю необходимым сегодня твердо заявить о наших приоритетах бизнеса, в науке, в спорте. Все это требует времени, к сожалению. И так далее, и так далее, и так далее. Граждане России могут зарабатывать деньги. Зарабатывать и с выгодой для себя. О чем это говорит? Первое. И второе. Уважаемые собрания, период слабости – это очень важный момент. К сожалению. Опасность очевидна. Она не требует доказательств. Как это ни странно. Как это ни странно. Холодная война закончилась. Сейчас идет другая война. С нацией. О чем это говорит? Первое. И второе. Как мы должны там жить? Достойно. Хорошо. Весело. Как там жить? Мы уже там? Хорошо. Хотелось бы лучше. Хотелось бы, чтобы это... И так далее, и так далее, и так далее. О планах. К сожалению, это пока только план. О чем это говорит? Первое. И второе. Уважаемые коллеги. Уважаемое собрание. Уважаемые депутаты Государственной Думы. Опасность очевидна. Она не требует доказательств. Это было бы не по-честному. Неправильно и вредно. Ехать в Россию. Воспитывать здесь своих детей. Строить здесь свой дом. Как дома. Первое. И второе. Есть достижения. Хотя и небольшие. Это очень важный момент. По результатам эксперимента станет понятно и ясно. Как скоро. Это инструмент. Тот, кто умеет им пользоваться, становится сильнее. Чего греха таить? Причем, подчеркну. Первое. И второе. Продолжение следует.